Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые подписчики! Я Красовский Сергей, подростковый психолог, и сегодня хочу поделиться с вами одной реальной историей жизни. Как мамы умудряются портить жизнь не только себе, но и своим детям. Ну или своим детям и, соответственно, себе. Вот представьте, мамочка молодая, замечательная, двое деток, все хорошо, все прекрасно. Ну, понятное дело, наступает подростковый возраст, старшего мальчика штормит, он ведет себя по-разному, иногда и хамит, иногда и, значит, огрызается. Ну, понятное дело, забивает на уроки, забивает на школу, слишком много играет, в гаджетах висит. Ну, обычный современный ребенок, я таких историй слышу по нескольку раз на день. И вот она в какой-то момент на него просто обиделась, обиделась и решила, что он, ну, какой-то не такой, что-то с ним не так. И высокомерный он чрезмерно, и, значит, с ней он недостаточно вежливый, и не делает он ничего, как ей кажется, и слова не держит. Вот, ну, мальчик развивается. При этом у меня получилась возможность поработать с этим парнем. Мы провели с ним месяц занятий, и я могу сказать, что он достаточно организованный, он способен держать слово, он способен делать то, что ему говорят, понимая, что, ну, когда ему объясняешь, для чего это делается. То есть, стоит чуть-чуть изменить отношения, и мальчик идет на контакт, идет и делает то, что от него, собственно говоря, требуется. Развивается, растет, включает голову и так далее, и так далее. Но с мамой все это просто исчезает моментально. Почему? Потому что она продолжает себя вести так же, как будто он не изменился. То есть, она продолжает его видеть в том же самом негативном свете. То есть, она застряла вот в этих ощущениях, и она эти ощущения несет с собой, постоянно стараясь увидеть в своем ребенке не то, что в нем меняется в лучшую сторону, а то, что в нем получается в худшую сторону. А в худшую сторону все равно будет, так или иначе, потому что подросток растет 13, 14, 15 лет, желание расширить границы дозволенного все больше и больше, и, понятное дело, опять находится что-то, что ее раздражает. И вот они оказались в этом замкнутом круге. По сути дела, все, что нужно, это маме поработать над собой и изменить свое отношение. Но нет, она застряла в сопротивлении, она застряла в критике и в страхе. И в результате она сама себе портит жизнь и портит жизнь своему старшему ребенку. Ну и скоро начнет, как вы понимаете, портить младшему. Вот такая вот история из жизни, как мы, родители, иногда сами того не замечая, делаем, в общем-то, ужасные вещи. И по отношению к себе, и по отношению к своим детям. Спасибо большое за внимание. Желаю вам всего самого хорошего. Если вы чувствуете, что у вас что-то не получается, четвертая четверть вот-вот начнется, поэтому запишитесь на бесплатную консультацию. Я дам вам четкую, понятную рекомендацию, что делать, чтобы научить ребенка учиться, чтобы включить его в учебный процесс, научить его заниматься развивающими вещами, там различные секции посещать, ну и так далее, и так далее. Пишите, звоните, буду очень рад всем помочь. Пока.